Всех приветствую на канале Бажениты в Омской области. С вами я, ее ведущий Влад. Воскресный день. Всех с праздником Благовещения. Сегодня до обеда работал. Навозил сено. Круглонов 5, наверное, привез. Дня на 3-4 хватит своим. После обеда время свободное есть. Мне на диване лежать нет интереса. Бялиться в телевизор. А я пойду-ка прогуляюсь, проветрюсь. Посмотреть. Решил, оттаяла земля, не оттаяла. Хожу, посмотрю. Первый ходил 2-го числа. Земля была промерзшая и довольно сильно. Сейчас посмотрим, как у нас там земля. Я еще не выгонял своих. А у кого сена нет, те уже выгнали скотину. Смотрю, ходят по суду. Хотел на огород зайти, посмотреть. Но на огородах, где садили картофель, ходить вообще нельзя. Грязь такая, что прилипает к сапогам. Идти вообще невозможно. Ну а я скажу, кто занимается металлопоиском, тому сейчас покажу один из способов, как можно определить, датировать место. Ну какое место? В деревне тут понятно все. А вот когда кто приезжает на урочище, наверняка сталкивался с этим. Старое это место или нет, или свежие уже таборы времен социализма. Как можно датировать? А можно датировать по тем предметам, которые там находятся. Это так называемая сопутка. Сопутка бывает разная. Есть металлическая, которая берет прибор. Можно по монетам определить, попробовать датировать. А есть другая сопутка, которая не берет ни один прибор, и можно только ее обнаружить либо глазами, либо при помощи вот этого инструмента шомпола. Сейчас я дойду до... было у нас такое место. Постоялый двор. Дойду до постоялого двора, покажу вам, что такое постоялый двор. И подниму сопутку, покажу. В общем, я по оси не ходил, видел. Будем сохранить интригу. Дойду и расскажу. Вот сейчас пошла. Скотину повыгоняли. Я своих еще не выгонял. И пастух стоит, контролирует их, чтобы не домой не побежали. Ну это у кого сена нет. Дошел я до постоялого двора. Благо, мне идти тут недалеко. Километр от силы. Сейчас я покажу, сколько мне идти. В свободное время пробежался. Вот скотина. О, моя улица. Так. Вот постоялый двор. Вот поскотина, видимо, была забором. Ну где-то вот метров сто. Потом идет квадрат. Так вот квадрат. По этой стороне были строения жилые. Видны дымовые ямы, хорошо выражены. Три штуки. А по левой стороне вот вход был. Постоялый двор. Значит, это вот с северной стороны. А вот тот с южной. Еще был один вход за домами. Ну, видать, для хозяев уже был. А вот по левой стороне были хозпостройки. Там в начале была баня. Здесь вот была кузница. А здесь вот был раскол или пригол для скотины. Все окопано. Металла того времени очень мало, но встречается. Это место, конечно, уже как мной, так и другими людьми на сто раз. А если не на двести. Перекожина, перекопано. Все, что можно было отсюда выдернуть, выдернули. Ну, как говорят, выбитых мест не бывает. Ну, сейчас посмотрим, попробуем. Так. С собой у меня инструмент. Один, другой, третий. Короче, когда здесь я косил, порядка было больше. Тут последние два-три года я отдал другому человеку. Косит как попало. Я косил, тут травинки даже ничего не было. Можно было и накашивал хорошо здесь. Все чисто, аккуратно выгребалось. Как начал другой человек косить, так все. Травища скосил, бросил, недокосил. И так вот. Ну, я просто показываю, что здесь водой все залито. Если ты везде нигде особо не походишь, попытаемся. В чем интрига? Сейчас, значит, я попытаюсь, если получится, покажу, как я своим способом датировал вот этот вот постоялый двор. Ладно, я начну работать. Работать буду не при помощи прибора, а при помощи щупа. Как нащупаю интересное, я включу камеру и покажу. Короче, планируешь одно, а когда приходишь на место, совсем уже по-другому. Трава, показываю, в высокой траве даже, даже, щуп не протыкает ее сантиметров на пять. Ну, ладно, что теперь, ничего страшного. Пойду еще метров пятьсот вперед пройду, где в прошлый раз я ходил. Там, где травы нету, там, где кошено, там еще более-менее можно походить. А где трава, грунт замерзший настолько, что копать бесполезно, не берется. Сейчас с администрацией мне видят, скажут, что я хожу копать. Ну, как что копать? Я тут занимаюсь хозяйственной деятельностью. Кашу, бараню делаю, значит, как снегозадержание, так и огнезащитную полосу. Вот, те инструменты теряю, детали теряю. Вот теперь хожу, их собираю, где руками, а где прибор приходится включать. С археологией никакого отношения не имею. Ольга Александровна, если что-либо найду, вот, честное слово даю, все вам отдам. Главное, чтобы я потом только не потерял. Ладно, пойду дальше, там, покажу еще. Может, что попытается. Получится, может, что-нибудь, а может и нет. Сколько сегодня, наверное, плюс пять, не больше. Но снег лежит вдоль дороги. Еще самое красивое, вербочки. Весна не за горами. Вот они, вербочки начали распускаться. Весна идет, весне дорогу. Не знаю, как слышно будет. Посмотрим, что будет. Ну, так-то сигнал хороший. Так, вывалилась она из грязи. Тут ничего нету. Так, сигнал не меняется. В комках ничего нет. Сейчас посмотрим, что нам попалось. Серебром, что ли? Ну, копейка сереброма, какого года, сейчас я не пойму. Сохран, конечно, ужасный. Ладно, на этом хорошо. Сейчас по ручью пройдем, посмотрим, может, что намыло. Петель там полно. Тишина. По дороге идти бесполезно. Надо идти там, где дома были. На дороге, кроме конины, ничего не найти. Земля плохо отошла. Пока поменяю батарейки. Батарейки Так, какие у меня за батареечки. Так, все уже тут на сто раз в деревне моя все повыбито. Хожу так ради своего удовольствия, чтобы не терять форму. Иначе можно разучиться. То же самое, как в шахматы играть. Все в кроши хорошо. Но, блин, доставать батарейки, это проблема. Точнее, блок с батарейками, он вытаскивается хорошо. Но если вовремя его не поймал, он сломался, и все нахрен. Этот блок клеил, клеил, делал, делал, и бесполезно. Так. Батарейки выбрасывать нельзя на грунт, иначе портим окружающую среду. Там щелочь содержится, уничтожает микрофлору в земле. Кладем батареечки с собой, и уже дома утилизируем. Так. Так. Сюда плюс, сюда минус. Так, ну-ка, сюда плюс, вот он плюс. Вижу. Сейчас проверим. Вот. Теперь есть контакт. Так. ладно пойдем еще походим твое воскресенье дело время потехе час грунт и мерзлый кошмар ну нифига не оттаял сантиметров пять от силы сейчас покажу лазил уже все сил нету можно лопату сломать или самому сломаться вырвал кое-как выдрал кусок так так сейчас я на прибор поставлю вот будет четко если там нет нету монеты звук то хороший есть для этого ножик а если рубить можно разрубить нет нет звучит здесь рискую ну-ка нету ну-ка здесь так а что здесь может быть не вижу насчет а чё-то толи лёд здесь так не видно ничего сейчас посмотрим вот что ли отвалилась похоже что-то отвалилась а куда отвалилась не вижу ну куда упал куда упал я не вижу нет наверно здесь еще так есть есть блин елки-палки зарубил ну ладно не жалко николай 1 1 вот елки что не нужно было делать то и сделать какой год 1 2 серебром а год сейчас не разгляжу только мне тридцать девятый ладно ничего серый намажем будет черное пойдем дальше но сил мало сегодня щупом не пришлось поработать ладно мы предполагаем а господь располагает взял с собой и не пригодился ладно будем ждать еще тепла потеплеет будем дальше работать только весна пару монет все равно выкопал это уже хорошо я уж кривые кослее сигналы не стал копать только то что имеет смысл ладно вот сразу посмотрите вода везде поднялась снег лежит сильно ты не походишь ладно короче пойду ка я домой таким таким макаром я если что найду так все поиспорчу все поразрублю так уже разрубил одну одну до другую пойду недельку подождать пусть подтает тепла то толком не было подтает а потом можно будет ходить вот эти вот где скошенная еще более-менее можно что-то ковырнуть а где не косилась трава высокая все это вообще бесполезно ничего не копается подписывайтесь на канал сожалею конечно что не пришлось сегодня щупом поработать следующий раз подтает земля еще походим посмотрим поковыряемся ладно всем пока ставьте лайки кому понравилось но кого не понравилось ставьте дизлайки я не горчусь как занимался своим делом так и буду заниматься а и а и 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